Югра вместе со всей страной сегодня отмечает пятилетие воссоединения России и Крыма. В этот день, в 2014 году, президент Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении региона в состав Российской Федерации. Для югорчан сегодня устроили виртуальные путешествия, на полуостров спортивные мероприятия и, конечно, концерты. Как в округе встретили крымскую весну, расскажет Василий Сысоев. Побывать в Крыму, не покидая Нижневартовск, югорские школьники посетили горные склоны, галечные пляжи и царские дворцы полуострова. Все благодаря медиа-экскурсии, которую устроили для них библиотекари. Она длилась всего 40 минут, однако за это время школьники познакомились не только с природой, но и с историей полуострова. После такого виртуального тура многие стали мечтать о поездке в Крым. Я знаю о Крыме, что там Черное море, там очень красиво, много гор, много лесов. Мне даже это понравилось, я хочу там побывать, мечтаю. Самое главное их восхитило теплое Черное море, Крымский мост. Дети просто восхищение, потому что вот сегодня и всех сидящих в зале в Крыму еще не побывал никто. Но все сказали так, придем домой, попросим родителей, очередной летний отпуск, а обязательно побывать в Крыму. А так по-спортивному встретили Крымскую весну в Когалыме. На трассе лыжная база «Снежинка» для горожан устроили массовую гонку. Кроме того, в городских библиотеках показали отечественный фильм «Крым». О спортивно-культурном комплексе «Галактика» творческие коллективы устроили для югорчан праздничный концерт. В столице Югры также широко отметили праздничную дату. На центральной площади Ханты-Мансийска прошел митинг-концерт. Глава округа Наталья Комарова также присоединилась к торжеству. Прекрады разрушают системы, мы вместе. О воссоединении Крыма с Россией можно не только говорить, но и петь. Это доказали участники конкурса патриотической песни «Вера, величие, память». Школьники, росгвардейцы, ветераны труда и чиновники объединились, чтобы заявить о единстве и дружбе народов. 98% именно столько крымчан на референдуме 5 лет назад проголосовали за присоединение к России. Решение поддержала вся страна, в том числе и Югра. Регион одним из первых наладил взаимодействие с республикой. В 2014 году окружное правительство выделило свыше 10 миллионов рублей на приобретение для югорских детей путевок в крымские санатории. Кроме того, округ передал школам и библиотекам Крыма и Севастополя свыше 125 тысяч художественных книг и учебников. Также между нашими регионами заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Василий Сысуев, Алексей Шабанов, Ильдар Муратов, телерадиокомпания Югра.